попросили меня записать мастер-класс как я делаю духи я то думала что я уже такое дело но оказывается я только фоткала и писала в свою травмную группу в общем в начале видоса вы должны были видеть вот это вот как она выглядит если что у меня тут стул поскрипывает я просто долго думала как-то все организовать пока думала оказалось уже где-то в районе без 15 без 14 даже 12 но и раз уж я собралась что решила записать в общем нет список литературы краткий чё и как зачем почему куча флакончиков но на самом деле я думаю использовать только один я на днях делала в общем себе духи если кому интересно то на канале на платке информация о канале есть ссылка там на мой травник как раз эту группу вконтакте и там как раз вот крайние записи примерно духам посвящены вот такой флакончик еще флакончик у нас роза абсолют была когда-то и очередной битмос духов ну и я сегодня в аптеке купила себе масло но не только это вообще еще там парочку масел вот одно которое нам сегодня пригодится это масло ванили полтора миллилитра стоило на 47 рублей в аптеке действительно пахнет ванилью у меня был набор из магазина дети и мода года два назад его покупала судя по фотографиям вконтакте керта где-то в декабре 2015 года и мало того что видимо вот второй набор которая попала в детей мода один двумый другой значит вот парфюмерный мало того что там не хватало двух вот таких пипеточек там еще и масло ванили пахло как-то не знаю чем вот это действительно пахнет ванилью вот точь-в-точь как ваниль нуар фрашевские духи парфюмерная вода ваниль ванилью там они вообще не к непонятно какая была в общем вторые там слакончик был парфюмированным маслом розы действительно пахло розой и еще пачули чем пачули должно пахнуть без понятия но в купе это все у меня составляла первый раз дело духе она была пахла корицей почему-то вот потом еще эксперименты оставила там было такая парфюмерная основа еще и мне тогда помню кто-то в каментах возможно когда я обозревала эти свои парфюмерные эфирные пардон помню чисто вот именно на youtube писали на основе глицерина в общем на самом деле у меня на основе глицерина не особо так получилось я в интернете подтверждение информации не нашла но зато нашла подтверждение информации что можно сделать самопальные духи все-таки самим и на основе спирта медицинского или же на основе масла я конечно могу это вам показать могу это зачитать я себе выписала вот в этот блокнотик немножко информации и основную еще часть скинула себе на листик дома нам нужна масляная база то бишь косметические масла это оливковое или жужеба или сладкого миндаля какао или виноградных косточек то что не пахнет само по себе не знаю насчет масла какао пахнет оно или нет но вот у меня вот я сегодня купила в аптеке специально масло жужеба мирола которую можно найти вообще в фикс прайсе но я купила в этой в обычной аптеке садилла и тут наклейка еще осталось значит потом масляные духи можно пользоваться сразу же а спиртовые настаиваются два месяца правда потом я уже нашла еще кучу всяких пока искала хоть где-нибудь там упоминание глицерина в виде основы духов нашла кучу всяких там домыслов и фраз что типа можно нужно масляные настаивать спиртовые не надо но это уже видимо кто во что город я пришла к выводу что масляные все таки не надо стать потому что я делаю уже много раз делала несколько лет подряд делаю дезик на основе косметического масла и в принципе запах там если постараться есть выраженный есть не выраженный и я думаю что именно в принципе на масляной основе можно пользовать сразу потому что дезиком я пользуюсь в принципе сразу же практически или там через сутки а дальше верхние ноты у нас за верхние ноты используются эфирные масла которые быстро испаряются все-таки хорошо что наверное этого не показываю чисто вот ну хотела сначала заснять но у меня тут просто есть такие сокращения которые пришлось бы еще и комментировать что это сокращение значит да это еще со временем кулька сессии осталось в общем мысла которые быстро испаряются это у нас верхние ноты но при этом задают тон это лимон лаванда грейтфрут сладкий или горький апельсин я думаю что на самом деле этих масел намного больше если вам интересно вы можете просто загуглить что относится к верхним нотам из эфирных масел и вам там выйдет списочек да потом сердце духов это ароматы которые испаряются медленно это жасмин роза и ланг и ланг ну я думаю может быть и ладан туда же подойдет потому что вот такие вот примерно я так и думала что роза где-то вот в этом же стиле будет хотя я думала что и ваниль туда подойдет но ваниль к сожалению отнесли к другому виду основа духов это масла которые дольше всего держатся на коже это эфирное масло сандалового дерева кедра и ванили но я думаю что там список тоже скорее всего продолжается так наносить на разные бумажки вкратце как приготовлять духи да это готовить их наносить на разные бумажки на по капельке масел на каждую с каждой ноты в общем но у меня бумажек с того набора осталось две нужно в принципе можно эти бумажки точно też заменить обычными салфетками бумажными салфетками в общем капайте там то что вы выбрали этих эфирный масел по его капельке на бумажку на каждую бумажку на каждую бумажку по отдельной капельки отдельной бумажка отдельная капелька да и потом накладывает и и друг на друга тут мне написано затем накладывая друг на друга сразу три четыре полоски и И понюхайте аромат. Если он вам понравился, то потом, соответственно, в таком сочетании и мешайте. Ну и что у нас тут? Я вообще раньше как-то на это не загонялась, не обращала внимания. Тут, возможно, многие уже знают, потому что, в принципе, я совершенно не бьюти-блогер. Как бы в этом полноценном смысле, да, и для меня это было несколько новое. Средняя нота, она же нота сердца, это 50% того, что составляет, в общем, этих эфирок в духах. Основа – это база, 20% и верхняя нота – это 30%. При этом на 10-12 мл масла не более 20 капель эфирных масел, всех эфирок. То бишь, допустим, ну я вот себе на этом листочке посчитала и также использовала, когда зафоткала недавно, допустим, 10 капель чего-то такого, потом 7 капель другого и 3 капли уже, соответственно, третьего. 3-2-1. Тут вроде постаралась более-менее внятно. В крайнем случае я это еще раз зачитаю потом. Ну и я сначала брала действительно 10-12 мл и этой самой специальной основы, и глицерина, и глицерин с водой смешивала, но в результате вот, допустим, эфирные масла, они сами по себе поднимаются, что, в принципе, видно будет на фотке, если вы пойдете глянуть мою группу, предпоследние посты как раз, и их надо встряхивать. Считается, что глицерин, как бы, если добавляете его в духи, то он как бы дает стойкость аромату. Но при этом, к этому я скоро тоже перейду, при этом, при этом. В общем, сначала масло добавляют базовая нота, то бишь 20%, затем средняя 50%, и уже после верхняя 30%. И дальше вот это, ну это уже чисто мой сленг, там по-другому, конечно, там написано, любую вонь можно исправить лимоном или лавандой. Лимоном я пока не пробовала, но лавандой действительно можно любую вонь исправить, потому что из того набора в основном я использовала то, что там было, эти масла, кому интересно, там у меня, в принципе, еще листочек с подком, довольно четко, внятно можно прочитать, что, зачем, почему, куда капало. И действительно лаванду в одном месте я добавляла, потому что был запах какой-то термоядерный. Ну, в общем, основа глицерин смешивается с водой. Базовое масло или глицерин не смешиваются со спиртом, и знак в ассоционе. Видимо, будет какая-то не такая реакция. Ну, в общем, это основная основа, которую я тут закатала себе в записнушку и решила, что, наверное, стоит ее прочитать. Ну, и что я выписала себе, что, ну, тоже 10-12 мл, это 20 эфирок, и расчет, это я уже пока, в принципе, вам прочитала до этого. Думаю взять просто 5 мл флакончик классический. И он уже, кстати, ничем не пахнет. Выветрился совершенно. Или же вот этот вот. И да, кстати, советуются духи хранить именно в стекле, в стеклянных флакончиках, но не в пластиковых. Потому что пластик, видимо, как-то идет в реакцию какую-то. Я, к сожалению, или к счастью, не химик. В школе я учился давно. Хоть у меня по химии была пятерка, но я уже не помню, с чем это связано. Почему там, как там пластик орудует со спиртом, или, допустим, с маслами, в том числе эфирными. Но если вам интересно, можете загуглить в Яндекс или еще куда-нибудь. В общем, на 5 мл, я думаю, можно взять в таком случае 10 капель всего этого эфира и, соответственно, 5, 3, 2. Ну, тут любую воню я так и переписала. И я думаю взять, в общем, у нас базовые нотки, я считаю, у меня будет ваниль. Что я изначально хотела просто соединить ваниль и розу. Ваниль, теперь у меня настоящая речь. 20%, то бишь, 2 капли у меня будут ванили, потом роза, вот у меня 5 капель, так как средние ноты. Тоже все по бумажке. И верхние ноты, это у меня будет 3 капли лаванды или апельсина. Я решила попробовать с апельсином в этот раз. Ну, хотя бы, как вариант, можно попробовать и с лавандой. Ну, не знаю, но вот я думала, что с апельсином. Я, правда, не представляю, как сочетаются роза, ваниль и апельсин. Но почему бы и не попробовать. Пипетка, я не помню, пипетка какого-то там, фамилия у нее была, или имя. Она у нас пластиковая и с делениями тут от 0,5 грамма, точнее, миллилитра, до 3 миллилитров. Кстати, удобная довольно пипетка. И вот у меня от того набора осталась еще пробирка. Вообще, советуется смешивать в пробирке специальной, а потом уже куда-нибудь переливать. У меня там где-то еще был шприцик, но, скорее всего, буду переливать вот этим вот. И еще советуется, конечно, несколько пипеток. Но так как мне в свое время попался бракованный набор, то пипетка у меня только одна вот такая. Ну, действительно, ничем не пахнет, это масло ЖЖБа косметическое, восстановление и уход. И, кстати, я что заметила, вот именно если на основе масел делать вот эти масляные духи, то можно, в принципе, как-то даже улучшить кожу. Там какой-то список такой приличный был у масла ЖЖБа. Хотя мне в аптеке продали именно вот в таком флакончике без всяких бумажек. Но я думаю, что, в принципе, можно, если неизвестно, то также опять в интернете посмотреть. В общем, у нас тут лаванда, роза, апельсин и... Точнее, вот, да, это вот лаванда, апельсин, ваниль, флакончик, бумажка с флакончиком и роза. Сейчас я попробую что-нибудь сваять. Хотя мне кажется так вот, я не помню, насколько это миллилитров она была. Ну, и сделаем на глаз. Или же прямо сюда сразу. Все-таки, по-моему, ничем не пахнет. Но вот этот-то древний, он точно ничем не пахнет. Чтобы уж совсем ничем не пахло, я возьму все-таки эти губки. Вообще, я не помню, что за духи были какие-то уже... Им флакончику лет 20, наверное. Но помню, что он 5-миллилитровый был. И вот я перелила по капельке, получилось у меня. Конечно, надо было, наверное, заранее подготовиться конкретно так хорошо. И уже открыть там, пипеточкой набрать, перелить и тому подобное. Но вообще, я вам советую, я тогда первый раз сделала, самый-самый первый раз в моей духе. Мне, кстати, еще живы. Смешивать все-таки отдельно где-то, ну, по крайней мере, в отдельной какой-то емкости, пробитке, чтобы, если вдруг что-то не получилось, то можно было как-то исправить той же самой лавандой или лимоном. Ну, я вот сделала по-быстрому. И вот здесь у нас где-то так, допустим, 5-миллилитров вот этого самого масла жужуба. Ну, и самого масла жужуба я его сейчас закрываю. И так как я решила уже изначально сделать в основе розу, ваниль и апельсин, то сначала мы, как советует интернет, ну, и вообще, как бы это все есть, добавлю я, то бишь 20% масла эфирного роза, то бишь 2 капли суды, прямо во флакончик. Ну, и, как я говорила раньше, все-таки лучше смешивать вот здесь, в отдельном флакончике. И уже потом переливать с помощью пипетки. Но у нас как бы вот это, отсюда вот из таких флакончиков очень удобно вот такой пипеткой брать, так как у меня флакончик только один такой, к сожалению или к счастью. И в основном у меня эфирные масла вот в таком виде, то я уж делаю, как делаю. 2 капли розы. Эфирное масло роза натуральное. Стоило дофига. Устроено 2 капли. Да-да, хоть я и взяла полосочки и как бы должна была их запользовать, на самом деле я ничего не запользовала. Ну, это я. А вы, если не боитесь экспериментировать, точнее, наоборот, если боитесь, то лучше все-таки воспользоваться полосочками или же веточками. Ну, и заливать их, конечно, надо постепенно, не сразу все вот так забухало и внюхать, да? А через какое-то время он пахнет вполне себе розой. С другой стороны, чем бы еще он упахло, да? Хотя нет, я вот ошиблась и перепутала. Сначала надо было закинуть в ваниль 2 капли, а потом уже розу. Но у меня получается, видимо, наоборот. Называется мастер-класс, да? Все-таки шикарно пахнет ванилью. Хотя потом можно попробовать изначально то, что я думала. В принципе, у меня 2 флакончика еще остается. Все-таки сочетается роза с ванилью. Не знаю, как передать аромат, но скрестите розу и ваниль. Не самый риск. 3 капли апельсина. Я, конечно, не взяла ручку. Чтобы помечить, что я тут перепутала. Хотя я уже буду монтировать и увижу, да? И чувствуется даже апельсин. Ну и, соответственно, потом нужно немножко потрясти. Смешать это все. Оно булькает, когда я его трясешь. Или мне кажется, или оно все-таки как-то немножко сменило цвет. Само масло апельсина, оно само по себе немножко желтоватенькое, оранжевенькое. Вот и вот мы помешали. Вполне себе интересный аромат получился. Как уж он будет раскрываться. Завтра, пожалуй, ну уже пойду. В принципе, сейчас гляну, как-то еще завтра или нет. Да, уже завтра, уже 12 минут. То есть, первого, следующего дня пойду я на репетицию и протестю. Тут одесь у меня какой-то один из парфюмов, который я делала как раз недавно на этом. В основе на основе, да, в общем, на глицерине, конечно, но в основе у меня было 2,5 мл глицерина и 2,5 мл масла парфюмерного жасмина. И вот у меня там был жасмин, что-то еще и что-то еще. И оно такое термоядерное. И в результате сначала капаешь, капаешь на себя и ничего не чувствуешь. И написано было в интернете, что такие духи лучше всего на себя перелить, а потом вдыхать. Нифига подобного, лучше не рисковать, если не знаете, что конкретно получилось. Потому что я, конечно, на себя это перелила. И на запястье, и сюда на ямочку, и за ушки, и слегка на волосы. Я ехал на велике, и они настолько, вот даже на улице я пробыла, несколько часов, вот это было, может, часов 6 они на мне держались. Они были, конечно, термоядерные, термостойкие, это, конечно, хорошо, плюс. Но вот этот жасмин, он все перебивал. Он в результате вырвался на свободу, и уже никакие там побочные капельки не было, не ощущались. Это у нас там базовая нота, да. Но вот эта базовая нота, она сквозь все шла, эта базовая нота. Это я к тому, что все-таки лучше не рисковать, выливая на себя до хрена духов. В общем, вот у нас тут один такой. И сейчас я попробую уже, наверное, то же самое, но с лавандой. И в этот раз, наверное, уже все-таки вот в этой пробирке. Оказывается, ногтями она вполне себе открывалась. Чего я раньше не попробовала. Ну да, конечно, там советуется это все вымывать. Считается, что хорошо она промывается спиртом, типа не остается запаха. Не знаю, у меня вполне она нормально водой промылась с мылом, высушилась, и никакого запаха не осталось. Я, конечно, забыла салфеточки. Не знаю, где-то тут миллирегрик был. Вот в чем минус этой пипетки, точнее, я никак не приноровлюсь, мне у нее все равно в кончике, в рельсе, что-то остается. Я думаю, тут где-то 10 миллилитров и есть. Учитывая, сколько у меня отлилось, и осталось в этом самом флакончике. По-моему, ничем не пахнут, но этому флакончику, не знаю, он с моего детства. Не сказать, что ему лет 20, но лет 18-то, наверное, есть. Мои первые духи были в Бекмоз. И в этот раз мы сделаем все правильно. У нас сначала будут 2 капли ванили. Точнее, уже не 2, так как у нас 10 миллилитров, да? 3 капли. У нас здесь капель одного, 7 капель другого, грубо говоря, и 3 капли третьего. Пахнет ванилькой. Теперь у нас 10 капель розы, то бишь 50 процентов, то бишь средняя нота. Ровно 10. Ровно 10. Лишь бы лавандой это все не перебила, нафиг. Теперь можно это закрыть и потрясти. Отличается от того, где апельсинчик. И пока что вполне себе так свеженько. Ну и пропадает же масло на пробке. Ну и сейчас-то я все попробую как-то перелить в наш лакончик. И вот, что в итоге у меня получилось. Правда, до верха. И доливала я уже вот этого масла, потому что на деле оказалось все-таки меньше, чем 12-10 миллилитров. И уже я тут слегка обралась и справлялась я с шприцом. Ну, в общем, в принципе, наверное, все-таки или пипетку, или шприц, или кому чем удобно. Но основные пропорции я, в принципе, сказала. Вот. И цвет, наверное, все-таки больше за счет базового масла основы идет. Потому что тут он у меня желтый. Хоть я и грешила на апельсин, но тут он у меня тоже желтый. Думаю, что несколько капель апельсинового масла все-таки цвет особо не меняет. Ничего, два таких флакончика. Чем-то таким свеженьким. Ну, вообще, как советуется, что даже при выборе эфирных масел надо понюхать кофейные зерна, на самом деле это все фигня. Надо выйти на свежий воздух и немножко погулять. Или же на балкон. Если нет балкона, ну, хотя бы просто умыться с водичкой прохладной, чтобы просто перебить запах. Можно умыться с мылом. В общем, вот такое вот. И хранить это, конечно, лучше в темном месте. От солнечных лучей подальше. Ну, и все-таки, наверное, ну, я вот, допустим, храню в шкафу. Не сказать, что это прохладное место, но оно, по крайней мере, не у батареи, не жаркое. В общем, наверное, вот такой вот у меня видос. Я подозреваю, что мастер-класс должен выглядеть слегка иначе, но у меня слегка сумбурно. И я не собиралась его записывать вообще. Просто человек вот сегодня попросил. В общем, вот такие дела. И всем спасибо за просмотр. И экспериментируйте. И делитесь, если что, в комментариях. Буду рада почитать о том, что у вас получилось. Если вдруг решите что-то такое повторить. Я думаю, что, в принципе, это довольно, можно сказать, бюджетно. По крайней мере, дешевле, чем, допустим, купить какие-то духи, да, если захотелось вот что-то такое. Потому что масло эфирное, по идее, ну, кроме масла розы, оно, мне, оно обошлось все время за 300 с чем-то рублей 10 мл. А так это в пределах 100 рублей можно купить какие-нибудь эфирные масла, те же даже базовое масло. До этих же духов. В общем, вот такие дела. Пока! Субтитры подогнал Игорь Негода.